На протяжении веков верующие мусульмане по ночам в священный месяц Рамадана распахивали ворота своих дворов для всех знакомых и незнакомых, устраивая коллективный ифтар. Возрождая древнейшие традиции, сотрудники фонда Инсан ежегодно устраивают благотворительную акцию «Шатер Рамадана» на пожертвования неравнодушных людей. Об итогах акции этого года в сюжете Абдулла Алиева. Как и каждый год «Шатер Рамадана» в центральной джума мечети Махачкалы на весь священный месяц стал самым гостеприимным местом столицы республики. Более трех тысяч человек ежедневно становились участниками коллективного разговения. Послам руководства фонда Инсан за весь месяц удалось накормить около ста тысяч верующих. Этот год у нас был более насыщен. С учетом того недостатка мест, который у нас был в прошлом году, мы постарались в этом году уже установить шатер более большего размера, туда помещается намного больше людей. И, конечно, поток людей был намного больше. Если в прошлом году мы угощали за день более двух тысяч человек, то в этом году мы угостили чуть более трех тысяч человек каждый день в этом году. Фирменное блюдо коллективного ифтара – узбекский плов. Для его приготовления нужен немалый труд. Несколько огромных казанов, каждый из которых рассчитан на 500 порций. Только на одну варку уходит около трех часов. Поэтому плов готовится задолго до наступления вечера. И ежедневно весь этот труд ложится на плечи вот этих людей, которые, в свою очередь, отмечают, что кормить несколько тысяч человек каждый день не составило для них огромных усилий. Как прошел у тебя месяц, Рамадан? Алхамдуллах, хорошо. Никаких трудностей не было. Все хорошо. Погода тоже прохладная, держать как раз. Волонтер – немаловажная должность среди персонала шатра. Нарезание хлеба, сервировка блюд, раздача порций – все на плечах этих молодых людей. А самое главное – действовать нужно оперативно. Обслуживать огромный поток людей – дело не из легких. Хотя один из волонтеров, Хайбула Магомидов, утверждает, что работа в шатре весь месяц придавала ему дополнительные силы. Вначале у нас было три смены. То есть первая смена приходит с 9 утра, и она остается до сухого, до трех часов ночи. После намаза уже мы делаем уборку, и вот в этом случае только мы уже расходились. То есть сравнительно с теми годами до того, пока я сюда приду, здесь, альхамдуллях, Всевышний так облегчил, что день проходит очень незаметно. Если, например, до того, пока я сюда приду работать, если я постился бы, да, было намного сложнее, чем сейчас. Чем работаю я здесь, альхамдуллях, Всевышний, Аллах, так все сложилось, что мы даже нечислим, как проходит пост. Священный месяц близится к концу. И о коллективном ифтаре, и встречах со своими братьями по вере в шатре, у всех на лицах разочарование от того, что рамадам покидает нас. Огромным тишинем станет наступающий праздник мусульман у Роза Байрам. Конечно, какое-то есть сожаление тоже, что уходит, да, и какая-то радость, да, тоже Байрам, да, вот такие, да, чувства такие. Месяц прошел, как приехал в Махачкалу, постарался посещать мечеть, постарался не пропускать таравих и намазы, старался ходить на утренние, ночные намазы. В этом году, альхамдуллях, Всевышний нам, наверное, дал такую благодать, такая погода, такие дожди, это просто прелесть, у меня просто слов нет. Если честно, месяц, то, что месяц рамадам проходит, это очень как-то плохо, конечно, потому что такой, священный, такой благодать месяц проходит. Как намеренно отпраздновать? Как у нас поздравлениям старым людям, нашим дедушкам, бабушкам ходить, поздравлять их, радовать их, своих гостей принимать, также и гостей принимать. Стоит отметить, что на протяжении всего месяца свою помощь в организации коллективного Ифтара оказывали неравнодушные жители Махачкалы. Кто деньгами, кто продуктами, каждый стремился внести свой вклад в благое дело. Напомним, что Шатюр Рамадана – это ежегодная благотворительная акция, спонсорами которой может стать любой желающий. Авдул Алиф Магомед Магомедов, Тамила Кадырова, телеканал ННТ, Махачкала. Алиф Магомедов, Тамила Кадырова, телеканал НТ, Махачкала.